Добрый день, дорогие восьмиклассники! Сегодня мы с вами продолжим разговор о предложениях с обособленными членами предложения. Более подробно остановимся на обособленных членах предложения со значением уточнения, пояснения и присоединения. Узнаем, какие знаки припинания при них ставятся, какую синтаксическую роль они выполняют в предложении. Сравните предложение. Там светилась бледно-розовая полоска света. В этом предложении есть обстоятельства места – там. В предложении там, на горизонте, светилась бледно-розовая полоска света, появляется уточнение – где там, где именно на горизонте. В предложении теперь это была река сожжений в шесть, есть обстоятельства времени – теперь. В предложении теперь после половодья – это была река сожжений в шесть, появляется уточнение – когда теперь, когда именно после половодья. Уточняющими могут быть разные члены предложения. Чаще всего это обстоятельства места и времени. Члены предложения со значением уточнения стоят после уточняемых слов, обособляются, выделяясь в устной речи паузами, а на письме – запятыми, и отвечают на вопросы «где именно», «когда именно», «куда именно», «как именно» и другие. Обратите внимание, от уточняющих обособленных членов следует отличать обстоятельства, относящиеся к одному слову, но имеющие разное значение. В данном предложении нет уточняющих членов, так как к сказуемому относятся обстоятельства места и времени. В этом предложении есть уточняющий обособленный член предложения. К уточняющим членам предложения также относятся обособленные члены, которые вводятся при помощи слов «кроме», «помимо», «за исключением», «наряду с «с» и другие. Сравним предложение. За завтраком было съедено всё. За завтраком было съедено всё, кроме салата. Уточняющее дополнение вводится при помощи слова «кроме». Мы все хорошо подготовились к диктанту. Мы все хорошо подготовились к диктанту «за исключением» Пети. Уточняющее дополнение вводится при помощи слова «за исключением». Такие уточняющие члены предложения также отделяются запятыми. Итак, повторим. Уточняющие члены предложения отвечают на вопросы «где именно», «когда именно», «как именно» и другие. Могут вводиться с помощью слов «кроме», «помимо», «вместо», «исключая» и другие. Обратите внимание, постановка знаков припинания зависит от смысла предложения. Поставьте видео на паузу, сравните предложения и подумайте, почему в первом предложении каждой пары нет уточнения, а во втором есть. Думаю, вы заметили, что эти предложения отличаются по смыслу. Далеко в лесу раздавались удары топора. Слушатель тоже находится в лесу. Уточняющих членов предложения нет. Далеко в лесу раздавались удары топора. Слушатель находится вне леса. Уточняющие обособленные обстоятельства выделяются запятыми. Дети расположились на поляне между деревьями. Поляна окружена деревьями, а на самой поляне их нет. Уточняющих членов предложения нет. Дети расположились на поляне между деревьями. Деревья находятся на самой поляне. Уточняющие обособленные обстоятельства выделяются запятыми. Обособленные члены предложения со значением пояснения дают поясняемому слову другое, более понятное название и прикрепляются при помощи слов или в значении то есть, то есть, а именно и другие. Рассмотрим примеры. Из тимьяна или чабреца получается целебный чай. Чабрец является другим названием тимьяна. В то время, а именно год назад, я еще сотрудничал по журналам. Третьего дня, то бишь на той неделе, сказываю я старости. Поясняющие члены предложения выделяются запятыми и являются теми же членами предложения, что и поясняемые. Также предложения могут осложняться присоединительными членами предложения, которые содержат дополнительные замечания или разъяснения и вводятся в середину или в конец предложения с помощью слов. «Даже», «да еще», «главным образом», «например», «в частности» и «другие». Приведем примеры. Отражение света ударило порывисто дрожа во все стороны, особенно сверху. Обособленное обстоятельство присоединяется при помощи слова «особенно». У каждой, даже маленькой, речки есть на земле заслуги. Обособленное определение присоединяется при помощи слова «даже». Некоторые казаки, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Человек от риф заречья, в их числе сим и девушкин, делали птичьи клетки и садки. Присоединительные члены предложения выделяются запятыми и являются теми же членами предложения, которым присоединяются. Запомните, запятая не ставится. Перед «да и», если этот союз употреблен в соединительном значении. Он пошел, да и заблудился. В сочетании «взял да и». Иван Иванович взял, да и сказал. В сочетании «нет-нет да и». Учитель «нет-нет да и» вспомнит о моей провинности. Обратите внимание, не следует смешивать знаки припинания при союзах присоединительных и союзах соединительных и «да», связывающих однородные члены предложения. В первом случае запятая ставится. Во втором, перед неповторяющимся союзом, никакого знака не требуется. Автор статью сдал и своевременно. И в значении «и» при том союз присоединительный, запятая ставится. Автор статью сдал в переработанном виде и своевременно. И союз соединительный, запятая не ставится. Работу можно было давно уже сдать и даже лучше. Союз присоединительный, запятая не ставится. Подведем итоги. Члены предложения со значением уточнения стоят после уточняемых слов, обособляются, выделяясь в устной речи паузами, а на письме запятыми, и отвечают на вопросы «где именно», «когда именно», «куда именно», «как именно» и другие. Уточняющими могут быть разные члены предложения. Чаще всего это обстоятельства места и времени. Уточняющим членам предложения также относятся обособленные члены, которые вводятся при помощи слов «кроме», «помимо», «за исключением», «наряду с «со» и другие. Обособленные члены со значением пояснения дают поясняемому слову более понятное название и вводятся при помощи слов «или» в значении «то есть», «то есть», «а именно» и «другие». Обособленные присоединительные члены предложения содержат дополнительные замечания или разъяснения и вводятся в середину или в конец предложения с помощью слов «даже», «да еще». В частности, «особенно» и «причем» и «другие». Предлагаю проверить, насколько хорошо вы усвоили материал и выполнить задание. Поставьте видео на паузу и выполните небольшой тест. Проверьте себя. В первом задании надо было выбрать предложение. Зимой, с начала ноября и до апреля, буря неустанно заносили снегами и поля, и деревню. В этом предложении есть уточняющие обстоятельства времени. Когда? Зимой. Когда именно? С начала ноября и до апреля. Во втором задании надо было выбрать предложение. Дом решено было украсить балконом или мезонином. Здесь нет поясняющих слов, так как балкон и мезонин – это не одно и то же. В третьем задании надо было выбрать предложение. Здесь, в глуши, письма были особенно важны. Здесь нет присоединительных членов предложения. Надеюсь, вы успешно справились с заданием. Закрепить материал вы можете, обратившись к параграфу 39 учебника «Русский язык» и выполнив упражнения 356 и 365. Продолжение следует...